Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Веселые побарышки», которые ведет наш коллега из города Тулы, аудиотрейдер Павел Дагаев. Павел, приветствуем вас! Здравствуйте все! Приветствуем! Две сегодня новости главные в мире обсуждаются. Это суд над Алексеем Навальным и когда появится робот от Павла Дагаева. По первому вопросу мы ждем новостей центральных агентств, а по второму вопросу можете ответить только вы. Ну он как бы появился вот на втором мониторе, как рассмотрю, работает. Отхватывает лоси в данный момент. Тема непростая, непростая. 19-й год я так и не победил пока еще, но единственное, что переключившись на дневку, удалось вывести его в ноль. Это 19-й год коварный. Вот. Я понял. 19-й или 20-й все-таки? 19-й. В 20-м там в принципе все нормально. Я понял вас. Вы когда планируете его в бой пустить? Или пока еще считаете, надо поработать? Я еще поработаю над ним, потому что мне пока не устраивает такое положение вещей. Ну я вас понимаю, конечно. Хорошо, все, поняли вас. Так все, ждем ваших новостей. Ваш робот должен стать событием года, я не сомневаюсь. Ну а до сейчас давайте посмотрим, что интересного на рынке, чем торгуете. Опа-на. Оказывается, Firefox не поддерживает демонстрацию рабочего стола здесь у вас. Я понял вас. То есть все сначала заходим. Да, надо опять в Яндекс.Браузер возвращаться. Ну давайте попробуем. Сейчас, друзья, мы через секундочку вернемся. Ну а я всем напомню, что Павел Дагаев работает над роботом. Ему он очень нравится, говорит, что получится интересно. Так что ждем, ждем. Ну поскольку Павел сам программист и сам над ним работает, то я надеюсь, что это будет очень эффективно. Вот. Павел уже перезашел. Заходите в эфир. О, звукоменькая. Так. Экран должно быть видно сейчас, да? Да, да, экран. Видео тогда пока отключим. Вам слово. Так. Евро. Доллар. Не пошло, но не две недели назад, как я планировал вниз. Рисует сейчас такой флэтовый диапазон. И опять топчется возле нижней границы, от которой я ждал его еще ниже. И опять в данный момент система сигналит вроде как шорты. Ну, не знаю, конечно, пробовать можно, но все равно это флэтовый диапазон. И на фунте та же самая ситуация. Он, конечно, он, конечно, сходил наверх до этого уровня, но зафлэтил и вторую неделю топчется в одном узком диапазоне. Доллар-канадец. Доллар-канадец. Доллар-канадец в данный момент говорит, что собирается таки наверх дойти вот до этой отметки 1.29.4. Ну, и тоже какой-то такой флэтовый в данный момент картина. Может, дойдет. Доллар-иен, а вот все по-честному. Как договаривались, идет наверх. Не с первого раза, конечно, но таки идет. Так, швейцарец тоже хорошо идет наверх. В принципе, у меня даже дальше никаких целей. Ну, единственное, тут еще дальше. Ну, это совсем далеко 0.92. Наверное, еще на полгода вперед цель обозначена. Так, евро-иена. Евро-иена не дошла до моей отметки. И, в принципе, вот это можно считать коррекцией. Я думаю, она таки еще туда пойдет, наверх сходит. Потому что уже, вроде как, формируется такое закругление и разворот наверх. Фунт-иена все по-честному отработал, как я нарисовал. Ну, в принципе, будем сейчас дальше смотреть, в чем будет делать, пока непонятно. Золото флетит. Делать тут вообще нечего, по моему скромному мнению. Новозеландец-иена не пошел таки вниз. А в данный момент говорит, что идет наверх. Вот сюда, 76.49. Так что, в принципе, наверное, скорее тут ланги. Канадец-иена зафлетил. Ни наверх, ни вниз. Никуда не идет. Австралийц-иена тоже самое. Такая же картина. Ни туда, ни сюда. Евроканадец. В принципе, вот этот мой сценарий, я его зачернил даже. Потому что он не пошел туда вниз. Пошел наоборот наверх. И сейчас опять рисует картину вниз. Ну, скорее всего, он туда 1.54 вот дойдет. А дальше опять может или зафлетить, или наверх развернуться. Будем смотреть. Австралийц-иена. Доллар потихонечку ползет вниз. Очень потихонечку. И так, что это больше на флет похоже. И новозеландец доллар тоже флетит. Третью неделю уже. И вот в моей системе делать тут нечего. Вот, в принципе, все. Павел, поняли вас. Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда не будем камеру включать. Потому что на этом браузере не очень. У меня только один вопрос. Сейчас есть возможность... Спасибо вам за ваш обзор. Есть сейчас возможность заниматься трейдингом? Как у вас обстановка? Катаспект вообще в целом? Да, возможно, есть. Я, в общем-то, плотненько занимаюсь роботом в нерабочее время. С утра пораньше и вечером. С утра я встал пораньше, там, что-нибудь внес, какие-то изменения, которые за ночь придумались в голове или приснились. И запускаю тест, потому что тест сейчас долго идет. Потому что я сделал там еще трейлинг. Причем трейлинг тиковый. Не по закрытию свечи, а по тикам. Поэтому, в принципе, сейчас тест проходит. Вот два года он тестирует два с половиной часа где-то так. То есть можно его заряжать там на целый день и заниматься своими основными рабочими делами. Ну и вечером тоже какие-то изменения-то вношу и запускаю тест. Я понял вас. Ясненько. Хорошо. На ваш взгляд, из того, что происходит, в феврале можем увидеть робота уже, так сказать, в работе? Ну, я надеюсь, да. Надеюсь, увидим. Здорово, здорово. Слушайте, ну вы прям молодец какой-то, друзья. Видите, как работа идет? Человек работает, торгует. Еще плюс робота встает пораньше, еще и роботом занимается. Так что, насколько надо любить трейлинг, друзья. То есть мы здесь собрались все абсолютно одинаковые люди в этом смысле. Павел, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли и успешной работы над роботом. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok